И для начала, девчата, которые идут по подиуму на высоких подборах, выявляется, что каждый их крок оценивается в тысячи долларов. Да, так вот, финансисты из Американской ассоциации специалистов по бухгалтерскому учебу даже решили еще и подсчитать, сколько стоит все же каждый шажочек по этому подиуму. И оказалось, что шаг 23-летний Карли Клосс по подиуму оплачивается в размере 301 доллара, потому что за гонорар, за один выход девушка получает 9325 долларов. Ассоциальная длина подиума, при этом, кстати, 30, друзья, мои метров. Ну, они вот выяснили, сколько будет стоить один крок. А на самом деле, они еще не подумали про то, сколько кроков довелось пройти этим моделькам, чтобы они стали этими зерками, правда? Ну, конечно. Я думаю, что этих шагов было множество, фейлов было в их жизни так же много. Тем не менее, теперь каждый шаг оплачивается в некую громадную сумму. Это круто, молодцы, красотки. Есть такая компания Comscore, и она просила американцев по поводу того, удобно ли им держать смартфон в одной руке. И просто провели такое себе исследование, узнав, в каком возрасте все же держат смартфон двумя руками, как это и было положено. Так вот, информация вот какая. Чаще всего двумя руками держат смартфон люди возраста 55 лет и старше, а именно составляют они 55% выборки опрашиваемых. А люди, которые мало одной руки для пользователя смартфона, в основном это возраст от 35 до 54, их всего-то 15%. И вообще мало, совсем мало, а именно 9% людей от 18 до 34 лет, которые грешат подобным, все же держат смартфон в двух руках. Мне кажется, людям в скором, в будущем, нужно будет просто еще третья рука для того, чтобы эти лопаты держать. Отже, будем смотреться и с позитивным в будущем. А тем временем стартап-шоу с Низкафетра в одном из нового эфира. И мы с Лайякою уже готовы знакомить тебя с дивовижными выноходами, креативными проектами и лайфхаками крутых стартаперов. Конечно же, если у нас есть шлем для виртуальной реальности, нам, естественно, еще и нужно себя ощутить в ней сполна на 100%. Для этого сознано специальное кресло, в котором человек также ощутит все, что происходит с ним не в этой жизни, а в жизни компьютерной и в жизни игры. Працювали над таким креслом вченец Института Макса Планка в Німечении. Самое главное, разработали этот пристрел, который позволяет чувствовать себя полное завантажение, можно так сказать, занурение, завантажение. То есть, если вы крутите себя правую ручку, то вас также протягает, штовхает и при этом вы чувствуете себя на 100% по виртуальной реальности. И там, кстати, вы понимаете, есть специальная система тросов, которая позволяет также чувствовать все вибрации, моменты взлетов и падений. Все это создано для того, чтобы наше тело находилось в невесомости и ощущало все, что ощущает герой в момент происходящего в компьютерной. Единственная проблема пока что это кресло только в одном варианте, и пока не будет это выработать в массовый потек, а лишь таки дочекаемся в будущем. Кресло для того, чтобы... виртуальные кресла для виртуальных романов. Сейчас в мире создают невероятно громадные шедевры прямо на земле. 64-летний американец Стэн Херд, он рисует громадные картины прямо на полях. И его последней работой, кстати, стала репродукция картины самого Ван Гога, оливковые деревья. И для того, чтобы из работы ему добылось аж 5000 квадратных метров. Ничего себе. Кстати, работал над картиной и он на протяжении 6 месяцев, но есть один такой минус и нюанс. Картину-то никто не рассмотрит, кроме тех, кто будет летать и парить высоко. Почему? Это нафаки, это величезный плюс, потому что эта картинная галерея находится порядка с аэропортом. Да, просто потому что действительно аэропорт Миннеаполис находится недалеко от этой картины, а значит не только птички могут наблюдать за красотой подобных шедевров, но еще и люди, которые в самолете летят и смотрят в низ. Ведомые режиссеры, теперь уже ведомые, а именно Дэвид Смик, то есть Дэвид Дарк и Брин Музер встали снять на нещодавно представленный айфончик 6s документальный фильм. В целом, сами айфоны, сами яблоки запропонували их корпорация Apple для того, чтобы они их протестовали. И это очень круто, потому что сразу был снято крутой документальный фильм. Фильм, кстати, под названием «Художник из джалузи» рассказывает о жителе бедного района города Портор Пенс на Гаити. По своей инициативе этот человек, он предложил красить стену, украшать дома своего района для того, чтобы сделать свой район более приятным для жизни. И два года назад, кстати, это начало делать, вообще правительство страны начало делать уже официально, но проект постепенно, к сожалению, забросили. И теперь мужчине помогают жители, дети из джалузи, и все желают воссоздать творческую атмосферу своего необычного города. И несмотря на, видите, бедные кварталы, тем не менее люди счастливы от того, что в их руках краски, они способны воплотить мечту в реальность, сделать все для того, чтобы их район был уютным, красочным и эмоционально веселым. Так, потому что яскрая фарба плевает на нашу психику и на социальную мережу, яка навколо вас. Авторы успели снять очень за короткий период времени этот самый документальный фильм. И, кстати, Apple же и предложила протестировать новый смартфон в рабочих условиях и, так сказать, предоставила все для того, чтобы этот документальный фильм стал реальностью.